Жур, расскажи, как это произошло? Ну, как? Была атака укропов. Они закрепляли, как всегда, свои перемирия тяжелыми орудиями, управляемыми, ракетами ПТУР. Когда журналисты выскочили на передовую в окопы, начали снимать, их заметили, начали обрабатывать сразу снайпера. Мы снайперов сразу, ихнюю атаку притушили. Потом основную массу, там, ну, несколько еще было россиян, журналистов, я их увел быстро в укрытие. А Грэм выскочил все равно в окопы. Я говорю, нет, не ходи, ну, будет обстрел, сейчас мин сильный. Ну, я знаю просто уже, как они бомбят. Вот. Какой, ну, как, шаргадни, потом другим, ну, то есть, ну, я уже знаю тогда, что будет. Он сказал, что сейчас будет мина, я говорю, давай в укрытие, всех загнал. А он все равно смылся, вот. И бегал, снимал, естественно, как у нас бомбили. И попал в кадр именно тогда, когда, ну, вот, поупала рядом с ним мина. Он это все заснял, это все есть у него на видео. Вот. Ну, естественно, сразу его подняли, затянули. Быстро в машину эвакуировали с боевых действий. Привезли его сюда. Это все на Песке? Это все происходило, район Песок, да. Вот. На наших границах, скажем так, передовая. А можно сказать, что украинская армия била целенаправленно по журналистам? Скорее всего, я так думаю, что именно так оно и происходило, потому как получилось так, что они именно заметили движение журналистов. Они так кидали, там, топ-тур там ударят, то реактивом, ну, реактивным снарядом ударят, ну, дальше нас кидали. Вот. Потом, когда они увидели движение пресса, они облеплены спереди, там на спине было пресса, пресса, везде написано, да? Вот. Россияне. Они именно увидели, я так понял, из-за россиян так начали, увидели, что они передвигаются по нашим блиндажам окопом, вот, и сразу начали облаживать очень сильно. То есть, частные пираты, там, начали переводить АГС в нашу сторону, ну, бить, ну, и так далее. То есть, там, ну, жесткий обстрел был, очень жесткий, здание, в котором остальных я журналистов прятал, там, ну, все дрожало, все тряслось, бетонные стены, все обстрелилось. Ну, сильно били, короче, четко, целенаправленно. Ну, видать, кто-то или говорит им о том, что журналисты, там, с России. Ну, как-то так произошло, быстро его курили. Слава Богу, он цел. Ну, осколок, да, вытянули уже, осколок довольно-таки крупный. Ну, зашло просто в мягкие ткани, ну, то есть, по мясу, да, прошло, по мышце. Его нормально изъяли, врачи молодцы, сработали быстро, вот я сейчас нахожусь в военном госпитале. Сейчас его уже положили в палату, он уже нормально себя чувствует, пьет сок, кушает. Ну, то есть, чувствует себя стабильно. Врачи сказали, что через буквально недельку все будет хорошо. Кроме Грэма сегодня никто не пострадал? Кроме Грэма сегодня больше никто не пострадал, слава Богу. Нас осколки обмянули. Ну, меня там чуть оглушило, ну, как бы это незначительно, я привык. Как бы, каждодневная история. Посвистит в ушах, там, чуть-чуть перестанет. Вот, а так все хорошо. А вообще, как ситуация на Песках в последние дни? Вчера сильно очень били по нам артиллерией. Ну, естественно, садишь в окопе, ждешь, когда прилетит что-нибудь. Ну, слава Богу, у них косорылые артиллеристы. Плюс у нас ребята все хорошо обучены. У нас все по инженерным работам, все отлично. Сами для себя все делаем по красоте. То есть, бомбят там сильно, может, и в другое, у нас много коммуникаций, все возможно. Ну, показывать на камеру я их не буду, естественно. Но все нормально. Они бьют и бьют. Ну, они в основном, видишь, начинают по нам кинуть немного, отвлекут нас, чтобы мы вышли в укрытие. Начинают облаживать в сторону города. Они с нами не хотят воевать. Ну, вышлют там к нам, да, таких, чтобы быть, идиотов. С пулеметом они начинают там по нам стрелять. Естественно, мы отражаем прямые наступления в атаку, пока мы с ним ходим. Ну, пока мы с ним не дали добра. Дадут добро, пусть прячутся, сразу бегут, бросают все и уходят. Они будут отвечать за каждую царапину на моих бойцах, на моих друзьях, на домах и так далее. То есть, ну, отвечать будут за все. И ответят. Шутите с ними, никто не будет играться тоже. Пока мы сейчас сидим в лухой обороне, потому что мы соблюдаем договор о ненападении и так далее. То есть, границу просто держим. Если они борзеют, да, мы отвечаем. Но только лишь отвечаем. Но если нам дадут вперед, они почувствуют на себе что-то такое. Мы не будем долго сидеть на одном месте. Выбьем быстро. Так что пусть готовятся. Чем больше техники, тем лучше. Притягуйте, ребятки. Нам пригодится. Мы себе заберем. Спасибо.